Здравствуйте! В свежем номере газеты «Гудок» мы рассказываем о том, как пассажирское хозяйство готовится к летним перевозкам. В пассажирском комплексе ОРЖД наступает самая жаркая пора – период массовых летних пассажирских перевозок. Особое внимание в это время уделяется перевозкам детей. Так, в этом году компания планирует перевезти 500 тысяч маленьких пассажиров. Для этого она планирует назначить 150 поездов, которые будут сформированы из вагонов со последних лет постройки. Всего планируется сформировать 30 составов. Естественно, для детских поездов созданы приоритеты в безопасности, в графике и в сопровождении. Кроме того, планируется назначение дополнительных поездов для обычных пассажиров. Майские праздники показали всплеск активности пассажиров, спроса на перевозки. Так, за майские праздники было отправлено на 7% пассажиров больше поездами федеральной пассажирской компании, нежели за аналогичный период прошлого года. Поэтому способствовало назначение большое количество дополнительных поездов, которые смогли обеспечить спрос на пассажирские перевозки. Так, было назначено свыше 200 дополнительных поездов. ВАО РЖД анализирует подготовку к летним перевозкам, отмечает, тем не менее, достаточно негативный факт, что, несмотря на то, что массовые перевозки еще не начались, но имеет место быть сбои в графике движения пригородных электропоездов. Президент компании Владимир Иванович Якунин дал поручение разобраться с проблемой и также обратил внимание на подготовку составов рейс. И, кроме того, касаясь вопроса дальних пассажирских перевозок, дал поручение подготовить на высшем уровне студентов, которые будут помогать старшим коллегам и в качестве проводников. Обо всем этом в очередном номере газеты «Будок». Правительство решило выделить ООО РЖД 25 миллиардов рублей на компенсацию убытков по инфраструктуре в пригородном комплексе. Вообще-то, раньше эти 25 миллиардов хотели передать напрямую регионам, однако возникли сложности у Минфина с распределением этих средств по субъектам федерации. Там было сложно определить, кому надо больше дать, кому меньше. Поэтому решили передать эти деньги целевым образом РЖД. Эти средства значительно сократят необходимые вложения регионов в достижение безубыточности пригородных компаний. Так, вместо 40 миллиардов им теперь придется найти всего 15. Хотя для многих эта сумма тоже значительна. Всего 3-4 региона, которые по компенсации убытков РЖД были близки к 100%, достигнут этой точки безубыточности, а всем остальным придется все равно изыскивать средства. О том, как регионы оценивают это решение, вы сможете прочитать в газете «Будок». На четвертой странице «Будка» читайте материал, посвященный проблемам приватного парка на Южноуральской железной дороге. Там, в Челябинске, прошел круглый стол газеты «Будок», РЖД «Партнера» и журнал «РЖД «Партнер» с представителями дороги и с представителями грузоотправителей. Большинство грузоотправителей Южноуральской железной дороги – это, конечно, металлурги. Челябинский металлургический завод, Магнитогорский металлургический завод и некоторые другие предприятия. Так вот, грузоотправители жалуются на то, что после выхода из государственного регулирования цен, после того, как вагоны стали частными, вагонный парк стал частным, цены стали расти резко и совершенно неконтролируемо. Это одна из главных их претензий к владельцам подвижного состава. Кроме того, они отмечают некоторую несогласованность в действиях. Периодически, например, вагоны поставляют неправильно, не по тому графику, который они заказывают. А иногда некоторые мелкие компании, владельцы и не убирают свои вагоны, пригоняя их на предприятия и забывая там на неделю, что занимает пути, соответственно, заводов. В общем, после этого круглого стора пришли к выводу, что необходимо организации биржи вагонов и некоторое улучшение логистики в работе с ними. Проместитель министра внутренних дел Виктор Кирьянов запретил ГИБДД штрафовать водителей в ситуациях, когда они неумышленно нарушают правила дорожного движения вследствие несоответствия знаков, разметки дороги или дорожной ситуации. Что имеется в виду? Например, ремонт дороги уже закончен, а ограничение 20 или 40 километров еще не снято, что позволяет водителям, то есть что-то зарентировает водителей и позволяет инспекторам их штрафовать. Еще в прошлом году летом Федерация автомобилистов России со слов водителей собрала только по столице. Более 50 случаев таких вот спорных моментов, например, около Павелецкого вокзала, водители не могли выехать от вокзала, не выезжая на встречную полосу движения, судя по знакам, и направили их в ГИБДД с требованием устранить синие палатки. В ГИБДД рассмотрели ситуацию и частично их исправили, около 30 случаев, частично обещали исправить в ближайшем времени, а в части случаев сказали, что знаки всему соответствуют, просто водители не настолько внимательны и направили разъяснение, что и как. Между тем эксперты считают, что такие ситуации не должны регламентироваться на уровне даже такого крупного чиновника, как замминистра внутренних дел. Необходимо выпустить отдельный документ, который будет регламентировать, на что имеет право инспекторы в таком случае, на что ориентируются водители в первую очередь, на знак, на разметку, и таким образом будут сняты все вопросы. Как всегда, сегодня вы будете держать в руках газету «Гудок» и ее спортивную полосу. Предлагаю выделить на ней два материала. Первый касается чемпионата России по футболу и ее очередного тура. Дело в том, что он ознавлялся тем, что наш «Локомотив» одержал очередную крупную победу. Сыграл здорово, сыграл по-настоящему здорово. Сегодня специалисты говорят о том, что он на самом деле фаворит, настоящий фаворит уже в этом году «Локомотив». С этим всем фаворитом стоит мириться. «Локомотив» вышел на первое место. И сейчас он может уступить первое место ЦСКА, который имеет награду на другую меньше, чем «Локомотив». Однако же, да, ЦСКА выиграл. Однако же выиграл, вот сейчас специалисты говорят о том, что не очень-то правильно, поскольку первый гол Ростова забил с явным нарушением правил. Но, тем не менее, он добился результата. И в случае победы в отложенном матче армейцы выйдут на первое место. Тем не менее, мы будем надеяться, что «Локомотив» не упустит своего. И рано или поздно он выйдет на первое место. Но сегодня на первом месте «Локомотив». И мы должны этому радоваться. Наконец, второй материал, на который я обращу внимание, материал касается чемпионата мира по хоккею. Впервые за последние пять лет мы остались без медалей чемпионата мира. Большая для нас беда. Очень многие по этому поводу по-настоящему горют. Не только болельщики, специалисты, хоккеисты. И, тем не менее, да, на самом деле мы выиграли. Тем более больно, что все это произошло накануне Олимпиады в Сочи, где, в общем, перед нами поставили на задачу стать первыми. Я разговаривал с известным в прошлом специалистом Сергеем Пряхином, нашим первым проходцем в НХЛ. Он дал свой комментарий, рассказал о том, насколько ему больно. И в числе причин, одной из причин, значит, неудачи, назвал то, что в нашей команде сегодня на самом деле очень мало молодежи. Это плохо, поскольку замены лидерам, многолетним лидерам команды фактически нет. Сергей Пряхин рекомендует нашим командам, вернее, нашей сборной обязательно, хотя бы на этап Европуру регулярно вызывать молодых хоккеистов, для того, чтобы они получали опыт. С этим опытом, по его словам, они будут расти в любом случае, так как в свое время он рос сам, и его партнеры, великие наши хоккеисты. Будем надеяться, что сборная России будет ждать удачи как на следующих чемпионат мира, так и на Олимпиаде Сочи. Субтитры создавал DimaTorzok